Привет, меня зовут Николай, я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след и мыслями из которых хочется поделиться как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так и родился этот формат «10 фактов, 3 задачи» из интересной книги. Сегодня у нас в гостях Марк Пен, Меридит Файнман, книга «Микротренды, меняющие мир прямо сейчас» и бутылочка «Антрикота» 2017 года. Я не сошел с ума, не ем мясо из бутылочек, а «Антрикот» — это весьма бюджетный, но неплохой французский производитель красных вин. Если слушаете подкаст не в первый раз, то наверняка знаете, что с каждой хорошей книгой я стараюсь открывать бутылку неплохого вина. Сегодня купаж «Каберне Савиньон», «Мерло» и немножечко серы. К мясу было бы идеально, а сегодня мясо и есть. Книга «Микротренды» — это в моем персональном рейтинге одна из лучших книг 2019 года. Она не срывает покровы и не дает тайные знания в священном граале, но очень круто, доступно и понятно. Систематизирует все то, что окружает нас вот уже несколько лет. И на что мы так или иначе обращаем своими внимания, но никак не можем связать это в единую картину мира. Книга буквально напичкана примерами, которые очевидно и ярко показывают причины следственной связи и то, как меняется мир вокруг нас. Почему Марк Пен имеет право так это все систематизировать и так ярко об этом говорить? Дело в том, что он один из ведущих и, может быть, самых известных социологов и политтехнологов в мире. Он консультировал Билла Гейтса, Тони Блэра, был главным стратегом президентской кампании у Билла Клинтона. И вот весь этот накопленный опыт, он как бы и выливается в то, что мы с вами сейчас читаем. «Микротренды» — это уже второе издание. У него была еще несколько лет назад похожая книга, но это самое свежее, 19-го года. Вместе с ним ее писала Мередит Файнман, предприниматель, писатель, оратор, правозащитница. Ну, то есть она там автор многочисленных публикаций в «Гарвард Бизнес Ревью», в «Форбсе», в «Интерпренере», в «Элли». Но мне кажется, что нужно отдать должное Марку Пену, он все-таки является основным автором книги. Пару слов о том, что такое микротренды. Пен говорит, что ежедневно нас окружает огромное количество небольших, незначительных, но уже регулярно повторяющихся событий. Это как, ну, если бы вы шли, наверное, по лесу и заметили ручеек. Вот наличие этого ручейка — это уже неоспоримый факт. Он и есть микротренд. А вот приведет ли этот ручеек нас к бурной горной реке, станет ли он причиной зарождения чего-то нового, вольется ли он в какое-то озеро, пока неизвестно. Наша с вами задача — не проглядеть этот самый ручеек и понять, во что в конечном итоге он выльется. Давайте взглянем на все это происходящее поближе. Микротренд — мужчины на вторых ролях и независимые супруги. Все чаще мужчины оказываются на вторых ролях, при этом семья спит в раздельных спальнях, а независимость и личное пространство — явный тренд. Растущая волна матриархальных настроений по всему миру, она открывает новые возможности для мужчин, которые хотели бы променять гонку по карьерной лестнице на размеренный и налаженный быт. Так получается, что последние годы женщине все легче строить карьеру, а мужчины-миллениалы, то есть мужчины молодые, которые вот только начинают строить семьи, они считают, что успешная женщина, она больше не хранительница домашнего очага, ее место не возле плиты, она одинаково хорошо умеет строить и карьеру, и следить за домашним уютом. А следовательно, при прочих равных, если мужчина попадает под сокращение, если у него что-то не заладилось на работе, если он не может дальше продолжать движение по карьерной лестнице, то он все чаще вместо поиска новой работы берет на себя роль хранителя домашнего очага. Ну и при этом все больше оттенок независимости в отношениях. Начиная от браков, когда супруги не живут вместе, и заканчивая тем, что порядка 30-40% вопрошенных американцев, находящихся в браке, уже спят на раздельных кроватях и в раздельных спальнях. Пен приводит пример, что 60% новых домов, которые строятся в Соединенных Штатах, они строятся с раздельными хозяйскими спальнями, то есть больше половины новых домов имеют раздельные хозяйские спальни. Раздельно проводимые отпуска – это тренд, который меняет индустрию туризма. Ну и радикальный пример независимого существования, то, что может служить примером для подражания, это нынешний президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и его супруга Мелания. У них отдельные спальни, отдельные квартиры до самого последнего времени, разные города, в которых они жили. Но вот президентство накладывает отпечаток, теперь они вместе. Но несмотря на это все, на раздельное существование, их союз производит впечатление достаточно крепкого. Возможно, это визуальная картинка, а возможно, это как раз и есть тот тренд на независимость и личное пространство, которое люди, находящиеся в браке, хотят сохранять и дальше. Вместе с тем, находитесь вы в браке или пока еще нет, шансы дожить до 100 лет увеличились у вас в 10 раз. Больше 30% девочек и 25% мальчиков, то есть каждая третья девочка и каждый четвертый мальчик, которые родились в Великобритании после 2011 года, по статистике доживут до 100 лет. В 30-м году этим могли похвастаться только 3% новорожденных. То есть с 3% в 30-м году до 30% в 2011-м, меньше чем за 100 лет. Сокращается число курящих, все более популярна физическая активность, фитнес, йога, отслеживание показателей собственного здоровья, с одной стороны. С другой стороны, современная медицина позволяет выявлять серьезные заболевания на ранних стадиях и продлевать жизнь. И больше всего, ну я хотел бы сказать, что больше всего от этого страдает, но, наверное, не страдает, а больше всего вот этот тренд, он присущ странам первого мира. Это США, Европейский Союз, Япония, Австралия, Канада. Дело в том, что этот тренд так называемого старения наций или вот этого нового качества жизни в возрасте, он тянет за собой целый ворох новых запросов общества. Ну, например, на сегодняшний день в Соединенных Штатах 1,4 миллиона мест в домах престарелых, и в течение ближайших 10-15 лет нужно построить домов престарелых еще на 2 миллиона мест. То есть больше, чем уже есть сейчас, потому что все больше людей будет перебираться жить в дома престарелых, если они будут оставаться жить одни, но вместе с тем увеличивается качество жизни, потому что в 80 лет можно получать от жизни столько же удовольствий, как и в 40, и, соответственно, это тянет за собой много изменений. Поздние браки, изменения структуры работающих и не работающих. Например, на сегодняшний день в Европейском Союзе на одного пенсионера приходится 4 работающих человека. Через пару десятков лет соотношение может быть 2 работающих на одного пенсионера. Выход из этой ситуации, вот как Европейский Союз ищет, в том, чтобы молодая рабочая сила притекала в страны за счет мигрантов, ну и, конечно же, развитие новых технологий, когда на один и тот же производственный процесс вместо 10 человек вам уже нужно будет 5. Польза отстареющего населения по ПЭНу, она не ограничивается достижениями в области медицины и технологий. Он призывает посмотреть на районы, где селятся пожилые, и там можно увидеть более ухоженные и лучше освещенные улицы, там больше продуктовых рынков, там кофейни, рестораны. То есть качество жизни людей старшего возраста меняется. И поэтому стоит рассчитывать, что сектор потребления, ориентированный на тех, кому за 90, он в будущем продолжит свой рост. Из негативных таких оттенков, которые ПЭН указывает, это очень прикольный тренд на то, что в богатых семьях наследники раньше могли задумываться над тем, чтобы начинать проматывать наследство где-то в 25-30 лет, то сейчас им приходится стареть до самим, до 50, прежде чем вступить в право наследования и полноценно распоряжаться этими деньгами семейными. Это тоже накладывает на них определенный отпечаток, в том смысле, что они грустнеют, ну и, конечно, заставляет вот как-то по-другому выстраивать уже отношения в семье, когда ты знаешь, что твои родители доживут там до преклонного возраста, твоего преклонного возраста. И вместе с этим, вот один из первых не очень приятных микротрендов, мы все чаще с вами страдаем синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Если синдром дефицита внимания, по моему мнению, присущ достаточному уже количеству взрослых людей, это та проблема, о которой часто во многих книгах говорится, большое количество контента заставляет вас, если вы его не продуцируете, а только потребляете, чувствовать себя немножечко не в своей тарелке. Те, кто просиживает хотя бы от получаса, до часа ежедневно в Инстаграме, понимают, о чем я говорю. Вот этот синдром дефицита внимания и гиперактивности, теперь бич не только взрослых людей, но и детей. Диагноз, при котором в Соединенных Штатах детям назначается медикаментозное лечение, вот этот диагноз СДВГ, он вырос с 3% до 15% буквально за несколько лет. Растущие нагрузки, недостаток сна и, как правило, допоздна работающие родители, не замечающие первых признаков в изменении поведения своих детей. Дети представлены либо школе, продленному дню, либо каким-то няням, и чаще всего школе, в которой есть штатный психолог, гораздо легче выявить эту проблему и, не разбираясь с ней, купировать ее медикаментозными средствами. Я согласен со следующим тезисом, и очень он меня пугает, что свою роль в развитии вот этого синдрома дефицита внимания и гиперактивности у детей играет одержимость, ну Пен говорит, что у американцев, но я считаю, что это тренд у всех молодых успешных людей. Одержимость образованием и тем, что дети должны добиться чего-то в жизни. То есть, посмотрите, если у вас среди вашего круга общения есть семейные пары с маленькими детьми, обратите внимание на какое количество кружков они их отдают. Очевидно, что он уже, этот маленький ребенок, учит и английский, и письмо, и основы математики, хотя ему нет еще и трех лет. В нашем обществе у любого ребенка есть все возможности получить минимальное университетское образование, но за эту возможность нужно побороться. И погоня за успехом, она начинается где-то вот с трех-четырехлетнего возраста. Ваш ребенок не знает в этом возрасте алфавит, о, так у него проблемы с отставанием, и там уже существуют в Штатах летние лагеря, в которых детсадовцы еще до школы учатся беглому чтению, восьмиклассники овладевают высшей математикой, школьников-спортсменов готовят к поступлению в университет, и отставать нельзя. И вот это вот вся история, в которой трудно приходится и родителям, и детям. Это обратная сторона медали быстрого развития. Да, никогда в мире не существовало еще такого количества докторов наук, как сегодня. Да, никогда еще сама наука не была развита, как сегодня. Но вот обратная сторона этой медали в том, что нашим детям приходится быть все более конкурентоспособными, а для этого их уже с детства начинают пичкать таблетками от синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Мы с вами живем в постоянном стрессе и приучаем к этому детей, пытаясь все чаще нивелировать проблему медикаментозно, а не разбираясь в ней. Пока дети разбираются с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, мы с вами страдаем скороедением. Это три, значит, основные кита. Сойленд, суперфуды и доставка еды. Про доставку еды надо сказать отдельно, потому что профессия официанта, она уходит в прошлое. На смену ей приходят курьеры, доставщики еды. Мы все реже едим в ресторанах. Все чаще среднестатистическое домохозяйство заказывает себе еду у нас по выходным еще, вместо того, чтобы приготовить что-то и проводить время у плиты. В странах первого мира это буквально уже ежедневно происходит. Убериться, доставки, все, что вы хотите, вам привезет любую еду за сопоставимое с деньгами, с тем, что вы купили бы в супермаркете и потратили время еще на готовку. Сойленд. Отдельная история. В 2017-м, значит, скороедение перешло на следующий этап к продуктам вроде Сойленда. Значит, одержимый производительностью труда программисты из Кремниевой долины. Смешал в одной бутылке все питательные вещества для поддержания жизнедеятельности в течение суток. И сказал, что вам нужно, значит, эту бутылку за 5 приемов в течение суток выпивать, тратить на это ровно по 2 минуты за присест, и вы при этом будете эффективны, продуктивны и жизнеспособны. Это вот как раз экстремальный пример готовности американцев жертвовать едой. В материалах для инвесторов компании Сойленд сообщается, что в первом квартале 2017 года чистая прибыль удвоилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. То есть за один год ребята удвоились. И они расширили линейку от растворимого порошка к жидким заменителям, к вкусовым добавкам. В общем, в 2018 году они получили от инвесторов 50 миллионов долларов транша, и очень здорово развиваются только на вот этом сегменте высокоэффективных трудоголиков, которые не хотят тратить время на еду и вкусное вино. Суперфуды, энергетические батончики и всяческие видграссы. В Великобритании потребление вот этих самых энергетических батончиков растет еще быстрее, чем в Америке. За последние 5 лет продажи продуктов для скороедов утроились, и объем рынка достиг 137 миллионов фунтов. Сервисы по доставке еды, HelloFresh, Blue Epron в Великобритании, значит их годовой объем продаж с 2014 по 2016 увеличился в 10 раз. Вот последняя компания Blue Epron, она в 2014 показывала объем продаж 80 миллионов долларов, а в 2016 уже 800. Вот и вся история про то, как микротренд меняет целую отрасль. Не очень приятный микротренд, про то, что знания плюс интерпретации этих знаний выливаются в фанатизм. Доступность знаний и погоня за осознанностью у нас оборачиваются в то, что мы следим за ежедневными процессами потребления пищи с фанатичным вниманием. Эта вся история, она накладывает отпечаток не только на наше потребление, но и на то, как молодые родители относятся к детям. Дольше жить, быть продуктивнее, осознаннее, улучшать свое качество жизни. Все это возможно, если вы пристально следите за своим рационом, распорядком и, конечно же, уровнем холестерина в крови. Но есть и подвох. Вот этот микротренд, Пен называет их свихнувшимися на еде, и там есть очень крутой пример, он мне очень понравился, про, если будете читать книгу, остановитесь на нем отдельно, про глютен. Где-то примерно в 2002 году многие обнаружили для себя вот те самые прелести безглютенового питания и свели свой рацион к пище, не содержащей клейковины. Понятно, есть, значит, заболевание целиакия, это когда ваш кишечник не может, там в силу каких-то мутаций, он не может правильно расщеплять пищу, содержащую глютен, и вы страдаете непереносимостью. Но дело в том, что реально болезнь эта встречается у одного человека на 10 тысяч. Однако, по данным какого-то исследования свежего от глютена, отказывается примерно в 7-10 раз больше людей, чем страдает целиакия. То есть, это такой тренд, на то, чтобы до конца не разбираясь в причинах, что же такое там безглютеновое питание, кому и зачем оно надо, мы, в общем-то, на него подсаживаемся. И диета, которая очень помогает людям с вполне определенным вот этим заболеванием, которое называется целиакия, стала популярной среди множества помешанных на своем здоровье потребителей, которые готовы следовать любой настойчиво рекламируемой моде. На первый взгляд, вроде бы ничего страшного в этом нет, но дело в том, что производители, которые производят безглютеновый продукт, они, как правило, уступают по вкусу обычным производителям, и поэтому они вынуждены напичкивать их какими-то добавками, более калорийными видами муки по сравнению с пшеничной, какими-то усилителями вкуса, запаха и цвета, чтобы вы, в общем-то, могли это есть систематически. И те, кто посадил себя на эту диету самостоятельно, не посоветовавшись с врачом, они запросто могут поглощать калории из сахара в повышенных количествах. Ну и отдельно, очень крутой график, значит, флагом этой самой безглютеновой диеты стал новый такой продукт, ну вернее этот продукт был и раньше, киноа. Но это история, которая экспортируется только из трех стран, из Боливии, Эквадора и Перу. И вот в книге есть график, что до 2002 года объем экспорта киноа из этих трех стран, он был примерно 0. 0 тысяч тонн и 0 миллионов долларов. С 2002 по 2012, за 10 лет развития микротренда, вот этого фанатичного потребления полезной пищи, Боливия, Эквадор и Перу втроем начали экспортировать порядка 60 тысяч тонн киноа ежегодно, зарабатывая на этом около 110-120 миллионов долларов. Вот, в общем-то, так интерпретация каких-то знаний приводит к фанатическим последствиям, фанатичным, фанатическим последствиям, которые влияют на целые сектора экономики и страны. Пятое издание диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам говорит нам о том, что вокруг нас куча цифровых наркоманов. Психология пользователей продуктов, вызывающих зависимость, и наркоманов практически идентична. Pokemon Go, если помните, пару лет назад, может быть, даже уже несколько лет назад, это, наверное, 2014-й был, да, это уже почти лет 6 назад, благодаря микротранзакциям в игре и дополненной реальности, в которую погружался человек, была первой игрой, которая смогла заработать с первых месяцев выхода на рынок, там чего-то около 43 миллионов в месяц, в общем, они, короче, стали первой игрой, которая заработала больше полумиллиарда долларов, 500 миллионов долларов на игре. Ким Кардашьян, игра Голливуд, там разработчики в полной мере использовали присущую американцам одержимость славы, и вы бесплатно качаете игру, но как-то она за первые полтора года принесла 100 миллионов выручки, потому что там внутри на микротранзакциях вы покупаете себе признание, славу и поклонников. И вот Американская Ассоциация Психиатров считает, что вот эта зависимость, она проявляется в неадекватном систематическом употреблении веществ, которые приводят к патологическим нарушениям функций или расстройствах проявляющихся. Смотрите, первое, употребление в большем количестве, в большем, вернее, количестве, чем предполагалось изначально. Второе, настойчивое желание или безуспешные попытки ограничить употребление. Третье, очень большое количество времени, потраченного на приобретение употребления и восстановление после него. И четвертое, сокращение вследствие употребления времени, затрачиваемого на другие важные дела. Так вот, как вы думаете, это определение, оно про наркотическую зависимость или про нас с вами со смартфонами? Первое, употребление в большем количестве, чем предполагалось изначально, да, кто из нас не залипал в смартфон. Второе, настойчивое желание или безуспешные попытки ограничить употребление. Давайте будем ограничивать время, которое мы проводим в социальных сетях, но ничего из этого не выйдет. Очень большое количество времени потрачено на приобретение употреблений и восстановление после него. Ну, в общем-то, тоже есть такое. И сокращение вследствие употребления времени, затрачиваемое на другие важные дела. Конечно, мы ничего не успеваем, потому что мы весь день сидим в смартфоне. Так вот, я вас поздравляю, мы все с вами цифровые, кто в большей степени, кто в меньшей степени, цифровые, именно наркоманы. Это, с одной стороны, меняет экономику и развивает игры, и всю инфраструктуру вот в этом самом сегменте, связанном с мобильным потреблением. С другой стороны, уже сейчас страховые компании вводят в перечень услуг страховые случаи лечения зависимости от вот этой самой цифровой зависимости. Apple в 2014 году вернула родителям 32 миллиона долларов, потраченных их детьми, которые получили возможность сделать покупки без ввода пароля на телефоне. То есть, дети случайно напокупали всяких приложений на 32 миллиона долларов. Я боюсь предположить, сколько реально напокупали у Apple, в Apple Store люди разных игр и прочих аппликах. Очевидно, что все чаще мы имеем дело с цифровыми наркоманами и геймерами. Именно такая форма должна использоваться в образовании и воспитании. Там, где игры должны становиться все более осмысленными и игры должны воспитывать в нас какие-то навыки, а не просто занимать наше время. Этот слайд – это попытка объединить в одно-два близких по своей мощности и технологичности микротренда. С одной стороны, сверхлюди, и этим уже никого не удивишь, они обладают роботизированными какими-то частями. Это протезы, органы, но вместе с тем мы на пороге изменений в мозгу человека. Илон Маск, компания Neuralink, которая собирается запустить так называемую прокладку между мозгом и компьютером. И для того, чтобы вы могли с помощью нейро каких-то сигналов, в общем-то, посылать команды компьютеру. И таким образом начинать уже управлять окружающей вас действительностью, техникой, которая вас окружает. Это не будущее, не какая-то история из ненаучной фантастики. Это сегодня уже происходит. А вторая штука – это дроны. Летательные аппараты самого широкого спектра назначения. У них есть доставка, у них есть съемка, у них есть слежение, есть оперативное вмешательство, есть даже военные цели. Мы еще 10 лет назад ничего об этом не слышали. Уже в 2017 году в бюджете Министерства обороны Соединенных Штатов на дроны было заложено почти 4,5 миллиарда долларов. И это очень интересная история в том смысле, что, ну, мне кажется, что дроны – это уже не микротренд, это уже макротренд. Теперь вопрос в том, в какую сторону их использование потребителями будет регулировать государство. И что, собственно, само государство сможет с помощью дронов, как оно сможет изменить и военные действия, и безопасность своих граждан, и структуру, ну, в общем, структура потребления и качество жизни с помощью дронов достаточно сильно могут измениться. Мобильность и домашние помощники, не те домашние помощники, которые сейчас на слайде заблудились в лесу, и они все еще достаточно мобильные. Мы избавляемся от десктопов, мы все больше пользуемся мобильными десктопов, в смысле от компьютеров десктоп, настольных компьютеров. Мы все больше пользуемся мобильными телефонами, и при этом все меньше у нас проблем в общении на иностранных языках. А домашняя умная колонка через 10 лет станет вашим лучшим другом. Ну, с мобильными телефонами и десктопами тут все понятно. Стираются грань на разных языках, все больше технологических решений, которые в режиме реального времени позволяют надиктовывать на одном языке, и, собственно, общаться с человеком, ему транслировать какие-то мысли на его родном языке, и точно так же делать это в обратную сторону. Я помню, как буквально несколько лет назад мы, путешествуя с друзьями в Молдове, случайно встретились с немцами, и общались с ними с помощью Google Translate, аудиоспикера, и, в общем-то, целый вечер провели вместе, и не заметили никаких барьеров в общении, не зная при этом ни немецкого, ни русского языка. Домашняя умная колонка – это очень крутой тренд. История про то, что гиганты, такие как Amazon, такие как Google, вот Яндекс запустил свою там домашнюю колонку, они получили возможность собирать про нас данные не только анализируя наши поисковые запросы, но и анализируя наш голос. Домашняя умная колонка складывает все ваши эмоциональные состояния ежедневно себе в огромную базу данных, и через какое-то время она будет знать, что по вторникам вы чаще всего приходите вечером домой раздражительными, и вам нужно набрать к этому моменту ванну с ароматизаторами, а по пятницам вы любите задерживаться в баре, и поэтому в субботу рано утром в холодильнике должен быть огуречный рассол или средство от похмелья. Это значит, что через 10 лет она станет вашим лучшим другом, а еще через какое-то время она заменит вам любимого человека. И это тоже вполне себе очевидный тренд. Вокруг нас все больше социальных миллионеров и доступной роскоши. Мгновенная возможность стать знаменитым и стертая грань между богатым и средним классом – это очевидный микротренд, и, наверное, может быть один из мощнейших микротрендов, который влияет на нашу с вами жизнь уже сегодня. Значит, сначала про возможность стать богатым с помощью социальных сетей. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok – вся вот эта история. Если у вас есть хотя бы 5000 подписчиков, вы можете зарабатывать 50-100 долларов в месяц абсолютно спокойно. Если у вас таких подписчиков миллион, то реклама может приносить 10 тысяч долларов и выше. Самая популярная разновидность маркетинга на сегодняшний день – это маркетинг агентов влияния, когда обозреватели в сети продвигают товары, получая гонорары или деньги или продукцию от рекламодателя. И, в общем-то, сам Пен пишет о том, что у него есть знакомая супружеская пара, которые оставили работу юристами. Муж ушел из крупнейшей юридической фирмы, и они решили, что они разбогатеют на своей собаке, стали снимать с ней видео. У них 250 тысяч подписчиков, и они, в общем-то, достаточно неплохо на этом зарабатывают. Вместе с тем, я просто был вынужден объединять это в один слайд, но это очень разные факты, про то, что стирается грань между средним классом и богатыми. Никогда еще средний класс не жил так хорошо. Там приводится такой крутой пример про то, что еще 100 лет назад человек, который относился к среднему классу, у него удобства были во дворе, еще 50 лет назад только у каждого 10-го в среднем классе был телевизор и стиральная машина, а сегодня ваш мобильный телефон мало чем отличается от мобильного телефона Билла Гейтса, и, скорее всего, что у вас будет чуточку лучше, чем у него, потому что вы следите за новинками, и вы там купите себе в момент выхода нового Apple, можете позволить купить себе новый телефон, а он будет продолжать ходить еще со старой версией, потому что ему это пока не очень надо. На это все влияет, вот это вот изменение, в общем, грань между очень богатыми и средним классом стирается, остается грань между средним классом и очень богатыми. И то на сегодняшний день приходит экономика шеринга, когда вы не владеете чем-то, а просто делите. Это Uber, это, например, в Штатах очень популярная история, когда вы можете за 3000 долларов арендовать себе самолет для перелета из одной точки, из одного города в другой, и, в общем-то, это не очень дорого. То есть для работающих американцев там из условного Нью-Йорка полететь в Вашингтон за 3000 долларов, ну, на персональном самолете, где кроме Вас больше никто не будет лететь. И все это Вы можете заказать через Апликаху на телефоне, не потратив много времени. И это один реальный из самых мощнейших микротрендов, который вот меняет нашу структуру, вообще отношение к жизни и потреблению. Сегодня, в том числе, формируя вот этот финальный десятый факт про то, что деньги не важны для того, чтобы начать практически любой бизнес. Они все еще важны, ну, как фактор, но перестали быть ресурсом с ограниченным доступом. Еще никогда не было так легко, как в 2019, 2018, 2020 годах, особенно в странах Первого мира, с одной стороны, получить доступ к деньгам, а с другой стороны, в странах Третьего мира, в очень бедных странах, развиваются такой тренд, как микрокапитализм. Это микрозаймы от игроков финансового сектора для воплощения идей, планов, бизнесов и стартапов вот в этих развивающихся бедных странах в жизнь. И Пен говорит о том, что возвраты и доходность по таким кредитам гораздо выше, чем у потребительского кредитования. То есть люди берут небольшие суммы, вкладывают их в свое дело, отдают эти займы, развиваются, и нет в этом проблемы. Если еще несколько десятков лет назад вы могли быть серьезно ограничены в выборе источников ресурса для развития вашего бизнеса, то сегодня уже мы близки к тому, что за вами на перегонки будут бегать разные финансовые институции, которые будут вам предлагать деньги по вполне вменяемым процентам и условиям, для того, чтобы вы начинали свой бизнес, в общем, не стояли на месте, двигались, меняли свое качество жизни. Вот такие вот 10 основных фактов. Значит, отдельно еще корейская косметика, там соседи на всю жизнь, kids free, child free, с домашними животными, скрытые консерваторы, фейкстеры. Фейкстеры – это преступники, зарабатывающие на фейковых новостях, и это в том числе микротренд. Все, в общем, это говорит о том, что, скорее всего, микротренды – это очень и очень крутая книга, которую я вам рекомендую все-таки прочитать. Второе, возможно, чуть позже, но мне хотелось бы сделать, наверное, вторую часть обзора, потому что уместить все то, что было в книге микротренды, в 10 фактов очень сложно. Три задачи. Значит, если вы смотрите первый раз подкасты или слушаете, то не знаете, что кроме 10 фактов я обязательно из каждой книги выписываю три задачи для того, чтобы пойти их и сделать. Наш мозг устроен таким образом, что как только вы что-то запишите от руки, он это помечает как, ну, в общем, сохраненное, освобождает слот оперативной памяти для следующих каких-то знаний, но, что самое важное, вы действительно запоминаете это. Вторая часть, что кроме того, чтобы просто запомнить какие-то интересные факты из книги, для того, чтобы она была максимально полезной, возьмите и сделайте какое-то количество задач. Там пять это уже многовато, одна это вроде бы маловато, три задачи это самое то. Поэтому мы придумали букнот, в который можно удобно записывать и факты, и задачи, и вообще, если вы посмотрите на третью фотографию слева, то увидите, что страница букнота так специально размечена, чтобы вы могли все это очень красиво структурировать, и там еще на каждой странице есть советы по скорочтению. В общем, на сайте буква.инфо про букнот можно почитать гораздо больше, узнать, что это такое, как он работает. Если букнота нет, эти факты и задачи можно записывать в обычную тетрадку или в телефон, или туда, куда вам удобно, но обязательно выносите в заметки вот то, что вам в книге кажется полезным, и обязательно формируйте из этого задачи. Мои три задачи по вот этим десяти фактам, которые были сформулированы. Значит, первое, глубже изучить тренды, связанные с потреблением людьми старшего возраста. Если мы предполагаем, что их качество жизни увеличивается вместе с продолжительностью, значит, они будут продолжать активно тратить деньги, влиять на разные секторы экономики. Второе, суперфуды и рынки доставки еды. Значит, молодые люди повернуты на анализе собственного рациона в симбиозе с доставщиками. Это открывает возможности для создания новых бизнесов, вот этих вот доставок полезной веганской еды, всего такого, доставок суперфудов. И это может быть интересно как новое направление бизнеса. И третье, сбор и анализ данных на уровне эмоций. Мы в наших маленьких бизнесах не можем придумать своего домашнего помощника колонку от Google или от Amazon, но можем попробовать сделать так, чтобы с помощью каких-то взаимоотношений с нашими клиентами мы замеряли их эмоциональное состояние. Это очень важно, не просто замерять, но и складировать эти данные, и понимать, в какие моменты взаимодействия с вашим продуктом человек максимально счастлив и доволен, а в какие не очень. И вот задача разобраться, какие механики позволят замерять эмоциональное состояние человека максимально хорошо. У меня всегда есть такая проблема, когда книга очень интересная, и мне хочется так много вам всего рассказать, я постоянно сбиваюсь, мысли путаются, и сегодня это все не было исключением. Это был проект «Читай быстро», буква.инфо, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, жмите на колокольчик, там пишите комментарии про то, как я неприятно сербаю вино, когда с вами общаюсь. Если захотите проверить скорость чтения, то приходите на букву.инфо.рапид, там можно почитать текст, ответить на вопросы, получить сертификат и советы по улучшению скорости чтения. Если захотите что-нибудь узнать про букнот, блокнот для осознанного чтения, или про наши рабочие тетради, то приходите к нам на блог и читайте. В инстаграме буква.инфо по состоянию на сегодня, когда записывается этот подкаст на 16 января 2020 года, мы разыгрываем как раз сейчас книгу «Хайпанем» Масленникова. Если вы еще не участвуете в этом розыгрыше, приходите, тоже посмотрите, что там за книга. Может быть, она через пару дней станет ваша. В общем, давайте дружить и давайте в 2020 году читать все больше и больше хороших и интересных книг. Вот их и читайте, и слушайтесь, маму. Хорошего вам дня. Пока.